ЗНАЛ ЛИ ПОВЕЛИТЕЛЬ САМА ЗНАЛ ЛИ ПОВЕЛИТЕЛЬ СВЕТА Благодаря его деяниям, изуродовавшим мир, однажды тот встанет на грань, за которой уже пустота. Не останется ничего, ни тьмы, ни света. И, подходя к этой грани, организирующий мир в своем предсмертном биении теряет очертания. Время, пространство, события – все переплетается и искажается. Цивилизации из разных эпох наслаиваются друг на друга, никогда альтернативные события множества миров становятся явью, забытые истории оживают, а солнце обращается в знак тьмы. В течение множества циклов вожжения первородного пламени оно старалось восстанавливать мир. Но, похоже, пришло время, когда пламя истощилось, и прежнего мира уже не будет никогда. Лотрик стал не просто сильнейшим королевством своего цикла, он стал апофеозом бесконечного издевательства над пламенем. Однако, даже в таком мире, израненном и угасающем, все еще есть жизнь. Есть те, кто не испытывают трепеты перед всеобщим концом и не осознают масштабов происходящего. Так было всегда. Здесь, на краю мироздания, доживают свои последние дни легенды, ставшие свидетелями конца. В начале Эра Огня в первородном пламени были найдены три великие души. Нашедшие их стали могучими богами, чья сила неоспорима. Повелители света, жизни и смерти. Но позже в нем были найдены и другие души, менее могущественные, но все же достаточно сильные, чтобы сделать своих носителей полноценными богами. Ведь боги – это не отдельная раса, это лишь носители могущественных душ. А Норлондо стал их домом, благодаря чему и был прозван городом богов. Однако, когда пришло проклятие нежити, все они ушли за Норлондо, разойдясь по миру. Некоторые оставили столь малый след в истории, что память о них не сохранилась. Кроме божественного Триумвирата, семьи Гвина, Флана, старого Маклойфа, Финна и всеотца Ллойда, кто еще остался на устах людей? Это печально, но, видимо, эти могущественные создания столь мало сделали для своего народа, что ушли из их памяти бесследно. Многие готовы были даже придумывать новых богов, ибо не считали уже имеющихся достойными поклонения. Однако, кое-чье имя было узнаваемым как в золотую эпоху Эры Огня, так и на ее закате. Велка, богиня греха, та, кого по-настоящему боялись, та, что наказывала грешников за их недостойные деяния. Сомнительно, что черноволосая богиня обладала какой-то особенной душой, отличной от души других младших богов. Ее могущество зиждилось не на этом. Повальный страх быть наказанными – вот опора ее величия. Ведь грешат все, даже боги. И грехи богов куда сильнее отражаются на мире. Апостолы Велки, получившие особое почитание в Кариме, знаменитым своей ересью, разошлись по всему миру, проповедуя праведную жизнь. Но это не были безобидные паломники. Ее апостолы – мастера меча и отлично обученные воины, снаряженные артефактным оружием и формой церкви Велки. Возможно, они не заставляли людей каяться, но если кто-то проявлял неуважение к богине греха, то он очень быстро об этом жалел. Возможно, Велка была одной из тех немногих богов, кто честно и рьяно выполнял свою работу, что, конечно же, тоже не могло не отразиться на памяти людей. Сложно запомнить того, кто ничего и ни для кого не сделал. Однако ее рвения и за дня в день растущие могущества не могли остаться незамеченными. В мире очень много опасных вещей, и многим из них еще только предстоит увидеть свет. Однако самым опасным явлением боги сочли именно Велку. В момент, когда пламя начало угасать и божественная мощь ослабела, Велка не прекратила своего шествия по миру в поиске грешников. И боги испугались, не на шутку. Они испугались ее силы, испугались того, что она могла сделать с ними за их грехи. А возможно, они испугались того, что она захлебнется могуществом и решит свергнуть порочных, по ее мнению, правителей мира. Скорее всего, именно это послужило причиной создания великого артефакта, картины, содержащей в себе целый мир. Ариамис, вероятнее всего, был придворным чародеем, тем, у кого хватило силы сотворить подобное. Нарисованная картина, карманные измерения, способны вместить в себя безграничный поистине мир. Именно в этот мир было решено прятать все, что представляет опасность для мира внешнего. Созданная картина была названа в честь художника, нарисованным миром Ариамиса. Вряд ли он мог себе представить тогда, что этот искусственный мир переживет не один цикл вожения пламени и станет тем местом, которое, все еще являясь частью мира, фактически отделится от него. Но пока что это была лишь нарисованная тюрьма, куда тут же отправили все опасное, что скопилось на просторах Лордрана и за его пределами. Долго ждать не пришлось, еще недавно пустовавшая заснеженная крепость быстро наполнилась новыми жителями. Бесконечные неудачные эксперименты, все больше впадавшего в безумие Сита, зараженные хаотической скверной полой, поднятые к жизни трупы драконов и бесчисленное множество нежитей, во все времена мешавшие правителям любых королевств. Очень скоро удрученный сложившимися обстоятельствами Хавил Скала совершает покушение на богов, но попытка проваливается. В уголе тьмы, тот артефакт, который наделял оружие силой убить бога, был также отправлен в мир Ариамиса, ставшим на тот момент для его обитателя непреодолимым препятствием, навсегда закрывшим им дорогу домой. На леденелой скале посреди бескрайних заснеженных пустошей была возведена величественная крепость. Возведена в данном случае лишь термин, привычный для остальных. Весь мир был нарисован кистью. Однако это была самая настоящая крепость, которая отдаленно походила на людское поселение. Мосты, амфитеатры, улочки, площадь со статуей, даже церковь. Вероятно, так боги попытались проявить заботу об обитателях нарисованного мира. Забавно. Даже если эта забота непритворная, смотрится она гротескно. Кого они пытаются обмануть? По улицам ходят изродованные запретными искусствами существа, в домах влачат жалкое существование многочисленные полые, виновные лишь в том, что они оказались ни в том месте и ни в то время. Амфитеатры заселены разнообразными существами, которым не нашлось места во внешнем мире. Демоны-вороны, зомби-драконы. Сюда изгоняли всех, и простолюдин, и королей. Как минимум одного уж точно. Желтый король Еремия, не по своей воле зараженный хаотической скверной, также стал узником картины. На Старом мосту можно встретить одинокого рыцаря Береника. Трудно сказать, в чем была его вина. Возможно, он попал сюда за участие в заговоре против богов, но, вероятнее всего, он все же был лишь очередным полом, которого изгнали в эти холодные края. За пределами крепости лишь бескрайние ледяные пустоши, наполненные волчьим воем. Многие стали пленниками этого мира, лишенными всего, что у них было, даже права на нормальное существование. Однако среди всех заключенных здесь выделялась одна. Та, что перевернула представление нарисованном мире Ариамиса. Та, благодаря которой он, вероятно, в обреки ожиданию богов, стал домом для всех обездоленных и пережил своих создателей. Ее имя – Присциллополукровка, плод смешения крови бога и дракона. Она стала очередным неудачным экспериментом ногого сита, искавшего ключ к бессмертию. Бледный дракон, обладая божественной мощью, не гнушался использовать любую возможность. Вероятно, для создания Присциллу он взял свою кровь и кровь Гвиневер, одну из дочерей Гвина. Сложно представить, как подобное сошло ему с Ру. Очевидно, Гвин в те тяжелые для всех времена не хотел начинать еще одну войну с драконом, которому сам же передал огромное могущество и ресурсы. Однако от самой Присциллы отреклись, как от бастарда. Ее сослали в нарисованный мир, сделав одновременно узником и тюремщиком. Они объяснили ей, что такой, как она, не место во внешнем мире. Боги не просто изгнали ее, но еще и убедили в своей порочности. Те самые боги, которые боялись кары за свои грехи от черноволосой богини. Те самые боги, которые после войны с драконами воспитали Мидира. Какое лицемерие. Однако все сработало так, как было ими задумано. Поначалу. Полукровка Присцилла стала той, что следила за действенным выходом из картины, не имея права ее покинуть. Но в то же время она стала утешительницей для изгнанных. Она принимала каждого, независимо от его сущности или степени поврежденности, будь то люди или неведомые миру создания. Многие жители картины прониклись к ней большой любовью, добровольно встали на ее защиту и даже начали поклоняться ей как богине. Среди них был и король Еремея, могучий пиромант. Он служил ей всю свою жизнь, до самой смерти, оставаясь подле нее. В момент, когда в мире произошло покушение на богов, вероятнее всего они объединили свои силы и изгнали зачинщицу в картину. Так Велка оказалась скована его рамками, без возможности прямо воздействовать на внешний мир. Видимо, именно поэтому никто и никогда не встречал ее лично, в отличие от нороста других богов. И тем не менее, вороны, вестники Велки, все так же исполняли ее волю. Именно одна из них доставила будущую избранную нежить в Лордран, прекрасно осознавая, что и зачем делает. В нарисованном мире невозможно встретить саму Велку, но воздух тут буквально пропитан ее присутствием. Не исключено, что здесь она нашла свой конец, быть может даже по воле изгнавших ее сюда богов. Неизвестно так же, как она контактировала с Присциллой, но есть вероятность, что именно она научила полукровку тому, что еще не раз спасет нарисованный мир. Искусство рисования. Ведь каким бы тихим домом он ни стал для живущих здесь, все это было не навсегда. Даже внешний мир не навсегда, что уж говорить о куске пусть и качественной и укрепленной чарами, но все же самой обычной ткани. Да, снаружи ее хранял Орден Стражей Картины, готовых отдать за этот огромный холст свою жизнь. Но от одного они не могли уберечь ее никак. Невозможно победить время. Однако его можно перехитрить. И так прошли десятки, сотни и тысячи лет. Внешний мир успел не единожды переродиться. Пламя угасало и вновь возгоралось с новой силой, возвращая жизни привычный ход. Множество артефактов глубокой старины, руины древних цивилизаций – все это кочевало от цикла к циклу, порой навсегда пропадая из мира. И нарисованный мир Орямиса здесь не исключение. Ведь несмотря на то, что это отдельный мир со своими жителями, для внешнего мира это лишь кусок разрисованной ткани. Орден Хранителей Картины передавал ее из поколения в поколение, стоя на страже этой холодной тюрьмы. Ведь боги давно ушли из этого мира, и иных тюремщиков уже не осталось. Линдальд был очень набожным королевством, где вера и чудеса процветали. Им когда-то правил дом Астерия, символом которого стало особое кольцо, благоприятно влияющее на самочувствие носителя. Оно олицетворяло процветание и долгую жизнь дома Астерия. Легенда гласила, что пока оно хранится в этой семье, в землях Линдальда будут царить мир и спокойствие. И вот, кольцо утеряно где-то в землях Транглейка, а сам Линдальд лежит в руинах, впав под давлением проклятия нежити. Ходят слухи, что в самом сердце Линдальда произошло нечто, о чем лучше не вспоминать. Мало кто знает, что на самом деле случилось, и уж точно никто не может этого рассказать. Ведь в сердце Линдальда хранилась великая тайна, не кертофакт, картина, которая по легенде являлась порталом в мир тюрьму. Традиционной монастырской одеждой Линдальда стали уже забытые миром одежды-хранители картины. Вероятно, именно Линдальд стал тем королевством, которое переняло заветы богов и хранило у себя полотно, заботясь о нем. Но однажды что-то произошло. Некоторые поговаривают о великом чуде, украденном из монастыря. Это, безусловно, повлияло на него, но сомнительно, что это имело такие тяжкие последствия. С другой же стороны, что может быть страшнее, чем нарушение клятвы, данной со дня основания Линдальда? Если что-то произошло с полотном, то это объяснил бы последовавший переполох. Впрочем, не стоит исключать, что эти два события взаимосвязаны. Возможно, именно Лисия из Линдальда стала инициатором цепочки событий, повлекших за собой освобождение нарисованного мира от тюремщиков. Можно даже предположить, что она вступила в сговор с кентой из обитателей холодной тюрьмы. Ведь, несмотря на то, что боги уже не были властны над миром и Пресцила давно умерла, путь наружу не был открыт. Новые поколения заснеженной крепости могли выйти, но тогда они столкнулись бы с Орденом Хранителей Картины, всё ещё помнящим о своём долге. Но, вероятно, после инцидента в Линдальде власть Хранителей над Картиной была утеряна. Вероятно, полотно захватил кто-то из обитателей нарисованного мира, наречённый новым Хранителем. С тех пор об Ордене Хранителей Картины не было ничего слышно. Их одеяния, как и их самих, всё ещё можно было встретить в разные времена, в разных местах, но, вероятно, они уже никогда не сумели отыскать нарисованный мир Ариамиса. Вот только был ли это нарисованный мир Ариамиса? Уже нет. В то время как жители внешнего мира замкнуты в цикле Огня и Тьмы, жители нарисованного мира стали узниками иного цикла. Цикла Огня и Гниения. Как не ухаживая за полотном, оно подвержено тлению. Его невозможно отреставрировать, как обычную картину. Более того, будучи одновременным порталом и самим миром, оно живое. Поэтому со временем оно начинает гнить, и вместе с ним гниёт нутро картины. Деревья, камень, снег – всё это покрывается гноящимися ранами. И жителям ничего не остаётся, кроме как тоже гнить вместе с картиной. Сложно даже сказать, что хуже – терять себя, превращаясь в полую оболочку, или же заживо разлагаться в смраде умирающего мира. И всё же жители нарисованного мира Рямиса нашли выход. Вероятно, именно Велка научила будущую художницу возможности рисования. И также вероятно, что этой художницей стала именно Присцилла. Рисовать новый мир не то же самое, что рисовать обычную картину. Для этого нужен особый дар. Дар видения того, каким этот мир должен быть. Как трон желания показывать идящему на нём образ будущего мира, так и художник видит образ новой картины. Вероятнее всего, это всё же всегда художница. Впрочем, подтверждения этому нет. Для создания нового нарисованного мира обязательно нужен особый пигмент. Кровь тёмной души, добыть которой могут только достаточно могущественные люди. Для этого нужно было покинуть нутро картины и выйти в мир, туда, где эта кровь ещё сохранилась. Либо же была возможность найти в нарисованном мире носителя этой тёмной души. Ведь тёмной душой обладал любой человек. Но чтобы получить нужную кровь, необходимо иметь очень могущественную тёмную душу. Только получив все пигменты, художник мог создать новый мир. Однако это не было последним шагом. Чтобы построить новый мир, необходимо разрушить старый. Таковы правила картины. Чтобы спасти внешний мир от тьмы, необходимо принести великую жертву пламени, который переродит его. Чтобы спасти нарисованный мир от гниения, его необходимо сжечь. Когда приходило время, пламя внутри картины разгоралось, и под звон колокола появлялся тот, кто готов был показать этому миру огонь, уничтожающий прежнюю картину и дающий жизнь новой. Так картина перерождалась множество раз. Невозможно даже предположить, сколько старых полотен сгорели в пламени. Каждый новый нарисованный мир назывался в честь художника, создавшего картину, или же в честь кого-то иного по воле художника. Изгнанники, запертые некогда в мире Риамиса, продолжали влачить жалкое существование, постепенно превратившееся во вполне обычную жизнь. Новые поколения сменяли старые. Какие-то создания вырождались, какие-то, напротив, процветали. Среди последних особенно выделялись потомки демонов-ворон – корвианы. За долгие годы они видоизменились, и холодный мир стал для них истинным домом, без которого они себя не мыслили. Однажды обитатели картины столкнулись с ошеломляющей правдой. Преграды во внешний мир больше нет. Древняя богиня-милосердие все еще незримо присматривает за ними, но правда в том, что пристыла полукровка давно мертва. Стражи же утратили полотно, и теперь ничто не мешало жителям картины с неизвестным названием выйти за ее пределы, чем многие из них и воспользовались. Одной из таких, вероятно, стала Орнифекс, поселившаяся в Целдоре на закате цикла Дранглейка. Впрочем, возможно, она и не имела отношения к картине, но в одном сомневаться не приходится. С этого дня по миру ходят вороны-сказители, рассказывающие всем желающим удивительные истории о неком нарисованном мире, где каждый сгой будет принят, независимо от его порочности, найдет новый дом и новую семью. Несмотря на неправдоподобность таких рассказов, они возымели силу. С тех пор нарисованный мир пополнился множеством обитателей. Туда шли не только мерзкие существа, отвратительные для всех, но и те, кто не нашли себе дома ни в одном из уголков этого мира. Рыцари и ученые, дворяне и простолюдины, добрые и злые – каждый из них мог рассчитывать на теплое объятие холодного мира. Были и те, кто забредали в картину случайно, становясь ее невольными пленниками. Несмотря на доброжелательность определенной части населения, нарисованный мир всегда оставался очень опасным местом, особенно за пределами поселения и центральной крепости. Множество полых, чей разум еще не был утрачен, пришли в картину и породили внутри нее новые традиции. Любой нежить ей нужна цель, неважно какая. В сражении друг с другом цель не более безумная, чем любая другая. Вероятно, в один момент нежить внутри картины начала проводить бои, чтобы выявить самого сильного. Со временем эти бои превратились в традицию, для которой нежить, казалось бы, была создана. Что может быть лучше бесконечных поединков, в которых даже твоя смерть не станет для тебя финалом. Так люди смогли сохранять те останки человечности, что еще тлели в них, заодно совершенствуя собственное мастерство. Так однажды из всех людей сумел возвыситься один чемпион, воин, настолько могучий, что долгое время оставался непобедимым. Он сражался без передышки, пока бесконечные бои не свели его с ума. Рядом с ним оставался лишь оруженосец и верный друг, одинокий снежный волк. После смерти чемпиона в его честь вызвели монумент. Его могила переносилась из старой картины в новую, чтобы его последователи чтили традиции поединка нежити. И каждый раз на ее защиту вставал новый чемпион и старый одинокий волк. Помимо гладиаторов стала выделяться каста рыцарей-рабов. Сложно сказать, откуда пошли ее корни. Возможно, ими назначались самые слабые воины, однако их упорство подвергает такое предположение сомнения. Эти рыцари использовались как пушечное мясо, расходный материал для самых ожесточенных сражений. Впрочем, возможно, со временем статус рыцаря-рабов стал подразумевать и служение художникам, и другим особым обитателям нарисованного мира, коих уже было не счесть. Время шло, и полотна сменяли друг друга вслед за внешними цивилизациями. Во времена расцвета Великого Королевства Лотрик уже существовало последний из известных картин, нарисованный мир Орианделя. Хотя этот мир был таким же, как и самый первый из авторства Мариамиса, все же он сильно изменился. И в то же время это был все тот же мир. И если знать историю создания новых картин, то это становится очевидно. Самая первая художница, будь то Присцилла или кто-то из ее рода, родилась или же с рождения жила в картине и никогда не видела ничего, кроме мира Ориамиса. Рисуя новый мир, она могла отталкиваться только от того, что видит, как и каждая последующая художница. Вот почему мир Ориамиса и Орианделя так похожи. Последний является прямым продолжением первого, попыткой его воссоздать и преобразить. Все та же крепость на мерзлой скале, все тот же подвесной мост, все те же катакомбы, все те же ледяные пустоши. Мир Орианделя отличается от мира Ориамиса так же, как Лотрик отличается от Лордрана. Это разные цивилизации, но первая построена на руинах последней. Фактически нарисованный мир всегда оставался одним и тем же, меняясь лишь в незначительных деталях. Но в итоге он столкнулся с теми же проблемами, с которыми сталкивались все нарисованные миры. Гниение. От внешней картины остался лишь маленький догнивающий кусочек, внутренний же мир уже давно погряз в гнили, контрастирующий с белоснежными просторами. Однако в этот раз все пошло не так, как раньше. Возможно, когда-то подобные случаи уже были, но история их не запомнила. Все жители картины прекрасно понимали, что только огонь очистит этот мир. Но не все захотели это принимать. Многим было удобнее мирно разлагаться вместе с картиной, ничего не меняя. И тот, в честь кого была названа картина, отец Ариандль, придерживался того же мнения. Он не желал сжигать свой мир. Запершись в соборе, он постоянно истязал себя, хлеща плетью, чтобы собственной кровью гасить все сильнее разгоряющееся внутри картины пламя, чувствующее приближение конца нарисованного мира. Кем является это существо, неизвестно. Оно напоминает огромного ворона, что отсылает его кровианам, которые, вероятно, и дали ему титул отца. Однако также он похож на гиганта-судью, какие обитают в Лондоре. Возможно, и сам Ариандль до конца не знает, кем он является. Нарисованный мир уже давно стал прибежищем для существ, чьё происхождение весьма сомнительно. Да и не важно, кто он. Важно то, каковы его намерения. О, прайм-швейдер, пожалуйста. О, прайм-швейдер, пожалуйста. О, прайм-швейдер, папа, мы не можем твоей флэйл. О, только флэйл, которая проникнула в мисгайденном аж. Пожалуйста, оберни твои глаза. Когда-то давно во внешнем мире была создана Лондорская Чёрная Церковь. Её основали три сестры, одну из которых звали Эльфрида. Спустя долгие годы существования Лондора Эльфрида была возрождена в качестве негорящей, чей долг вернуть повелителей на троны. Однако, попав и, вероятнее всего, нечаянно в нарисованный мир вместе с верным Сиром Вильгельмом, лондорским рыцарем, она отказалась от своего долга, став хранительницей картины наряду с отцом Ариандалем. Как во внешнем мире она ратовалась за приход тьмы, так и в нарисованном она не пожелала огня. Она приняла его сторону, также сочтя, что огонь не нужен этому миру. Вместе они поддерживали гниение нутра картины, в то время как Чёрный Рыцарь Вильгельм стоял на страже своей госпожи. В остальном же нарисованный мир не изменился. По заснеженным долинам, тронутым гнилью, всё так же бродили снежные волки. Теперь уже не только они. Милвудские рыцари, чья родина была разорена павшим во тьму пресносущным драконом, также нашли здесь пристанище для своего почти уничтоженного рода. Разрозненные отряды легиона Нежити Фаррона, искавшие в снегах следы бездны, затерялись в буре и так и остались внутри картины, не найдя дороги домой. Ариандаль принимал всех, даже тех, чьи деяния были сомнительны. Например, некогда талантливого пироманта Даннелла, которого привлекло хаотическое пламя. На его основе он создал свои заклинания пиромантии, снискав у внешнего мира дурную славу. Возможно, именно поэтому ему пришлось вйти в картину. Когда умерла его жена, он преподнёс ей прощальный подарок – своё пиромантическое пламя, которое преобразовалось в прощальное пламя – уникальный пиромантический артефакт, притягивающий к себе тени смерти. После этого путь Даннелла обрывается. Говорят, он превратился в безумного духа, ищущего новых жертв на просторах холодного мира. Нежесть, которая всегда являлась одним из основных обитателей всех нарисованных миров, продолжала проводить свои сражения на арене, и могила первого чемпиона всё так же охранялась его верными последователями. История о полукровке Присцилле давно переросли в легенды милосердной богини, принимающей в свои объятия всех несчастных. В её честь возводились статуи, а её кровь текла в новых художницах. Всё как раньше. Одно лишь было не так. Мир гнил, и его хранитель не желал ему иной судьбы. Среди обитателей картины произошёл раскол, в том числе и среди корвианов. На желающих прихода огня велась беспощадная охота, их истребляли и бросали гнить в болота и ямы. Эльфриде, пожелавшая называть себя отныне Фридой, не посмела бы убить художницу, потомка богини. Однако она заперла её в колокольне, той, что должна была звонить, знаменуя близость перерождения, но уже никогда не зазвонит. Её колокол был вырван и брошен в снега по приказу Орианделя. На страже художницы встал сир Вильгельм, полностью посвятивший себя служению, одной из бывших основательниц Лондорской церкви. Всё ещё не сдававшиеся корвианы, следующие по пути перерождения картины, сбегали из Орианделя во внешний мир на поиски негорящего. Кто, как не он, мог показать жителям картины пламя? Некоторых сказителей можно было встретить подле могил тех, кто должны были восстать из пепла под звон колокола пробуждения. Должны были, но не восстали. Сказители опоздали. Мир погиб, погрузившись в безвременнее тьму. Нарисованный мир оказался полностью отрезанным от огня, и помощи ждать было не от кого. Однако она пришла. Пришла в лице прислуживающего маленькой художницы, рыцаря-раба Гаэля, хранящего последний маленький кусочек полотна. Ах, merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own, please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. Существует пророчество, что когда негорящих станет двое, пламя воссияет. Неизвестно, откуда оно взялось. Возможно, все же за долгую историю перерождения нарисованных миров подобные случаи уже были. А возможно, те, кто его придумали, просто знали, что произойдет. Рыцарь-раб Гаэль не знал. Но он отправился во внешний мир, чтобы найти там нового, негорящего. Того, кто пройдет через все невзгоды нарисованного мира и выживет. Того, кто окажет хранителя нутра картины на неправильность их взглядов. Того, кто сразит их. И сразит черное пламя, возгоревшееся из могущественной темной души Эльфриде. Того, кто принесет огонь на Ариандель. А, спасибо. День о Аш не встал. В течение всего лишь минуты, а потом... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этом его работа не закончилась. Близится конец старого мира картины, а значит художнице вновь понадобится кровь темной души. Долгое путешествие рыцаря Раба Гайля только началось. Нарисованный мир принимает любого, кто претерпел лишения. Однако, если ты ничего не лишался, то ты не можешь стать его полноценной частью. Именно это произошло с одним из уроженцев этой холодной тюрьмы – юным чародеем Салливаном. Он родился внутри картины, возможно, ещё до того, как Ориандль нарисовал новый мир. Ему так и не удалось пригодиться в тех холодных краях. Будучи чуждым обитателем этих земель, Салливан покинул картину и вышел во внешний мир, навсегда изменив его. Он вышел из полотна как раз во времена, когда осквернённая столица уже претерпела своё разрушение. Долго бродя по миру, юный чародей нашёл её и нашёл то, что её погубило – осквернённое пламя. И эта находка изменила его, придала его жизни новую цель. Он закалил свой клинок в осквернённом пламени, дав ему имя Меч Скверны. С тех пор проклятое пламя клинка никогда не угасало. Выбравшись из осквернённой столицы, он отправился на поиски новой обители. Долгая дорога привела его в итоге в королевство Лотрик, переживавшее тогда свой расцвет. Будучи талантливым волшебником, Салливан сумел попасть или же вовсе открыть старые архивы герцога и стать первым великим учёным, в честь которого даже воздвигались статуи по всему королевству. Спустя годы он стал наставником принца Лотрика, которому была уготована судьба повелителя пепла. Однако Салливан закладывал в разум принца совсем иные идеи. Идеи о том, что цикл вожжения столь же бессмысленен, сколь и бесконечен. Мир страдает от последствий деяния древнего бога, и единственный способ восстановить нормальное течение жизни – не зажигать пламя, дождавшись его угасания и приведя в мир эру тьмы. Эти учения постепенно были приняты принцем, и когда пришла пора, он отказался вожжигать пламя. В момент, когда колокол пробуждения знаменовал возрождение повелителя пепла, Салливан понял, что пора действовать. Он покинул раздираемое проклятие в нежите Лотрик и отправился в храм Глубин, где нашёл повелителя пепла Олдрика, считавшегося этой еретической церковью и святым покровителем Глубин. Под звон колокола пробуждения Олдрик восстал из своего гроба, чтобы вернуться на трон и принести себя в жертву, как когда-то. Но вместо этого он объединил силы с Салливаном. Вместе они направились в Холодную долину. Олдрик и Салливан знали, что в самом сердце Эретила по-прежнему стоит собор древнего города Анорлондо, в котором всё ещё обитает бог Луны Гвиндолин. Пока Олдрик набирал силы, вновь призывая дьяконов в церковь глубины, отправляя новых проповедников в открытый мир, Салливан вторгся в Эретил и узорпировал власть. Источником силы богов является пламя, и с каждым новым циклом оно слабеет, а значит слабеют и боги. Найдя ослабевшего Гвиндолина, единственного, кто без устали защищал город со времён ухода его отца, Салливан сразил его и запер в соборе наедине с Олдриком, после чего тот, наконец, исполнил свою давнюю мечту – сожрал бога. Медленно пожирая его, Олдрик задремал, и во сне он увидел образ бледной скрывающейся девы. Вероятнее всего, это была Присцилла, увидев которую, Пожиратель богов скопировал её оружие, воплотив его в порочное чудо. Возможно, Олдрик увидел её потому, что последние мысли Гвиндолина были именно о ней, о порочной сестре, что без суда сослали навеки в ледяную тюрьму. Так пал последний защитник Анор Лондо, оставив после себя лишь холодный камень под вечной луной. Сразив самого бога, Салливан арестовал сестру Гвиндолина Йоршку, назвав её самозванкой. Он запер её в одинокой башне, оставшейся от величественного некогда собора, в котором находилась картина с его родным миром. Но, несмотря на заключение, Йоршка не сдалась. Она нашла в себе силы продолжить дело брата, приняв звание капитана Клинков Тёмной Луны до сих пор верных своей идее, как и синих стражей, вдохновлявшихся историями о них. Все они могли обрести мгновение утешения в объятиях Йоршки. Не удовлетворившись содеянным, Салливан также разжаловал одну из членов королевской семьи, сделав её танцовщицей Хладной Долины, легионером на службе нового порядка. И, вероятно, она была не единственной из рода богов, на кого распространились репрессии Салливана. Он взял в свои руки бразды правления и устроил в Эритиле культ Глубин, назначив себя понтификом. На центральной площади города была воздвигнута Часовня Глубин, где архидиакон Макдоналл принимал всех желающих в Орден Защитников Олдрика, чьей задачей стала оборона Собора Анорлондо, в котором пребывало их божество. Хотя, возможно, Собор стоял там и до переворота, и лишь был осквернён Макдоналлом. Сам же архидиакон был ослеплён, вероятно, лично Салливаном. Судя по всему, именно из его глаз были созданы два кольца – глаза понтифика. Одной из них была дарована танцовщица, в которой всё ещё текла божественная кровь. Другой – её спутнику, легионеру Ворту, после чего они оба были высланы из Эритила в Лотрик. Помимо них также были выгнаны несколько других легионеров. И хотя их тоже ждала невесёлая судьба, она не могла идти ни в какое сравнение с судьбами Ворта и танцовщицы. Говорят, тот, кто заглянет в чёрное око кольца, навсегда утратит свой рассудок, превратившись в ферепое животное. Вряд ли это происходит моментально, но постепенно именно это с ними и случилось. По сей день они стоят на страже Лотрика, давно забыв, кем были когда-то. Единственной их задачей стало сражение с негорящими, теми, кто мог бы вернуть Олдрика на трон в Храм Огня, что шло вразрез с планами Салливана. Ещё одного члена королевской семьи он также выслал из Эритила, но на этот раз в Храм Глубин. Трудно сказать, на что он рассчитывал, но едва ли на то, что получилось в итоге. Многие обратились в веру Глубин, даже наёмники из дальних стран, в том числе из Дранга, или же Дорана, того, что осталось от древнего Дранглейка. Олдрик, пожиратель богов, сам стал богом, грезящим об Эре Глубин. Так что же из себя представляла эта эра, видение которой его посетили? Основав свой культ, Диаконы Глубин осквернили священные фолианты, создав ужасные чудеса и чары. Одним из них стало заклинание «Глубинная душа». Её создал лично архидиакон Макдоналл, будучи умелым чародеем. Вероятно, именно этим деянием он осквернил некогда мирный Храм Глубин. Ведь изначально Глубины не были чем-то порочным. Опасным местом, где заперты ужасные создания, да, но не более того. Едва ли таких мест в мире было мало. Макдоналл считал, что души были основой этого мира и был, в общем-то, недалёк от истины. Заклинание «Глубинная душа» выпускает тёмные остатки души. Тёмной души. Той самой, что живёт в каждом человеке. Вызванные из глубины, жаждущие жизни души, они преследуют цель. По тому же принципу действуют некоторые заклинания порчи, порождённые бездной. Они также являются результатом воззвания к остаткам тёмной души. Среди же проповедников широко использовалось скверное чудо-саранча, призывающее облако маленьких тварей из глубин, разрывающих плоти и вызывающих сильное кровотечение. Одной из проповедниц, звавшейся Дори с помешанной, удалось многократно усилить это порочное чудо. Те, кто слишком долго балансирует на краю бездны, рискуют у неё соскользнуть. Именно в этой тьме и погрязла Дорис. И снова бездна. Среди отбросов храма «Глубинна» ходят глубинные самоцветы, закалённые осколки титанита, пропитанные осквернённой верой. Они придают оружию силу тьмы, при этом мощь такого оружия не будет зависеть от мощи тьмы внутри носителя. Не значит ли это, что глубины – это лишь ещё одна форма бездны, и не более того? Есть тьма, что лежит далеко за пределами человеческого познания. Нет сомнений, Олдрик верил в то, что это – грядущая новая эра. Неизбежность. Даже мощь его души была настроена на глубины. Но не только душа меняет носителя, но и носитель меняет душу, как это было с павшими в бездну четырьмя королями и драконом-предателем Ситом. А возможно, Олдрик видел лишь то, что ему хотели показать. В конце концов, трон желаний обладал теми же свойствами. Неужто за столькие годы Теона Охотника Ас не сумел бы придумать, как сбить людей с пути Фрампта? Ведь Олдрик был не единственным, кого обманом поглотила бездна. И трудно поверить, что здесь обошлось без изначального змея, с которым странствовавший долгие годы Салливан мог встретиться в осквернённой столице. Ведь помимо жажды власти, единственный мотив, что по-настоящему объединяет Олдрика и Салливана, это желание конца эры огня и начала новой эры. Пожиратель богов видел её эры глубин. Салливан же рассказывал о ней юному принцу, как об эре тьмы. Именно поэтому должны были пасть последние боги, а еретическая вера в глубины обеспечить приток тёмных душ в саму бездну. Ту же цель всегда преследовал Каас, руководя Орденом Тёмных Духов, до сих пор сражающийся на болотах Фарана с остатками Легиона Хранителя Бездны. Вера в глубины, вера в ангелов, поклонение сквернённому пламени. Тьма имеет множество форм, многие из которых не подвластны пониманию человека. Как не подвластна его пониманию эры тьмы. Эра, в которой тьмы как таковой не будет, ведь в ней не будет и огня, разделившего мир на свет и тьму. Будет нечто иное. И пользуясь человеческим невидением, их так легко обмануть. Указать им дорогу, по которой тем необходимо пройти, чтобы совершить задуманное. В конце концов, для изначальных змеев обман это лишь инструмент достижения цели, не более того. И оба они, и Олдрик, и Салливан, при всём своём могуществе, лишь пешки в игре изначального змея, ожидающего скорого прихода тьмы. И так же при всём их могуществе однажды должны были прийти те, кто положили бы конец их правлению. Негорящие. В давние времена, когда Олдрик только начинал свой кровавый путь, он пожирал огромное множество людей. Но по слухам, двоим из них удалось сбежать. Анри из древнего княжества Астора и её другу, Горацию Молчаливому. Некоторые считают, что Анри был мужчиной, некоторые считают, что женщиной. Это не так уж важно. Важно то, что вдвоём они сумели избежать поглощения Олдриком и скрыться от проповедников глубин. В один момент они, вероятно, попытались возжечь первородное пламя, но оно их отвергло. Судя по всему, они оба решили стать повелителями пепла. История уже знает случай, когда целый легион людей становился ими. В конце концов, это не более странно, чем человек из княжества, павшего ещё в первый цикл бесчисленные века назад. Обратиться в пепел, вечно ищущий угли – незавидная судьба. Однако, видимо, даже это лучше, чем быть поглощённым и насытным каннибалом. И всё же это не стало концом их пути. Несколько циклов спустя колокол пробуждения призвал их в числе множества других пепельных исполнить свой долг. Найти угли. Найти повелителя пепла. И разумеется, для Горация и Анри это стало прекрасной возможностью отомстить. Покинув кладбище Пепла и Лотрик, они пошли по пути жертв, так хорошо им знакомому. На болотах, поглотивших крепость Фарана, они встретили ещё одного негорящего, идущего той же дорогой. Объединив усилия, они сумели добраться до Храма Глубин, до самого гроба Олдрика, победив при этом архидиакона Ройса и его сын. Но Олдрика в гробу не оказалось. Вместо этого там лежала маленькая кукла, артефакт, при помощи которого можно было пройти через защитный купол Эритила, установленного Салливаном. Преодолев толгий и опасный путь через остатки крепости Фарана и вернув вместе с другим негорящим пепел Хранителей Бездны на трон, Анри и Горация спустились в катакомбы Картуса. К сожалению, там они потеряли друг друга. Не имея возможности долго ждать, Анри отправилась дальше, варитил, лилей надежду, что с Горацием всё будет в порядке. Нет, не будет, к сожалению. Сорвавшись с моста, спутник Анри рухнул вниз, в тлеящее озеро, где и погиб, окончательно утратив человечность. Да, Анри и Горации были нежитью. Сам факт опустошения указывает на это. Но негорящий не может быть нежитью, он избавлен от проклятия. Возможно, они никогда не были негорящими, и ненависть к Олдрику в них пронеслась через века, помогая оставаться людьми. Но это маловероятно, даже учитывая превратности времени. Гораздо более вероятно, что они приняли знак тьмы на себя добровольно, как это сделало множество другой нежить, исследовавшей лондровскому учению. Так или иначе, на этом долгий путь Горация закончился. Он так и не увидел победы над ненавистной ему тварью. Однако было еще не все потеряно. Объединив силы с другим негорящим, новым чемпионом пепла, Анри одолела Салливана в Орительском соборе, а затем они вместе добрались и до самого Олдрика, все еще пребывавшего в стадии поглощения Гвиндолина. Бог Луны изнавал от страданий. При всем желании этого невозможно было не увидеть. Убить его – благороднейшее дело из всех, что можно придумать в данной ситуации. Одинокий сын Солнца сделал достаточно для этого мира и заслужил покой. Бросить вызов такому могучему существу – все равно, что бросить вызов самому Богу. Однако Анри справилась с этим испытанием. Ее долгий путь, наконец, подошел к концу, и теперь она смогла бы найти покой, вернувшись туда, откуда пришла. В пепел. Однако непростительная ошибка уже была совершена. Пилигрим, что указал ей путь в Оритил, даровал ей знак Тьмы, вновь наложив проклятие нежити. Я считаю, что я могу помочь тебе от вашей силы. Мы, пилгримы из Лондор, которые keenly уверены, что те, как назвать на дарксинь, послужить что-то особое особое. Настя, что название Анрия Овастора, что-то, 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 И теперь, когда цель всей жизни была исполнена, Анри более ничего не удерживал от упустошения. Опустевшая оболочка благородного рыцаря отныне останется караулить вход в так ненавистный ей некогда храм глубин, до самого скончания веков. Или же до тех пор, пока удар милосердия старого друга не положит этому конец. Придя к власти в Оритиле, Салливан низверг королевскую семью. Он скормил Гвендолина Олдрику, запер ёршку в башне, а двухпродолжательниц божественного королевского рода выслал из города. Одна из них оказалась в Лотрике, где утратила рассудок из-за артефакта, переданного ей чародейм-азурпатором. Вторая же была сослана им в храм глубин. Возможно, там она должна была стать жертвой на одной из тёмных церемоний. Если так, то этот план Салливана не удался. Тёмные духи во все времена нападали на людей в разных мирах, забирая их человечность. Сперва они служили Каасу, Тёмному Охотнику, но со временем их лояльность менялась. Самого Кааса это, вероятно, вполне устраивало, ведь кому бы они ни служили и кому бы ни поклонялись, самому первозмею, Нар-Альме или же ещё кому-то, они возвращали человечность в бездну, ускоряя её распространение. В этот раз тёмные духи нашли себе новый объект поклонения – Розарию, прозванную ими Матерью Перерождения, потомка рода Гвина. Она была настолько милосердна ко всем, даже к самым мерзким существам, что, видя это, тёмные духи присягнули ей на верность, образовав Орден Пальцев Розарии. В создании Церкви Глубин, помимо самого Олдрика, внесли огромный вклад в трое архидьяконов. Макдоналл, осквернивший Глубинный Храм, Ройс, создавший порочные чудеса во славу своего господина, и Климт, отрёкшийся в итоге от Глубин, чтобы служить Розарии. Вероятно, он сделал это тайно от остальных. Так он мог скрывать её от чужих взглядов прямо в пределах Храма. Маленький островок надежды посреди моря тьмы. В некоторых местах Храма на стенах всё ещё можно встретить барельефы с изображением кошки, символа Перерождения, символа Розарии. Именно архидьякон Климт объединил бывших тёмных охотников, скрепив их своей печатью, позже ставшей символом Нового Ордена. Благодать Матери Перерождения была заметна невооружённым глазом. Её адепты используют особые чудеса, ауру которых сложно с чем-то спутать. Именно такими чудесами пользуется принц Лотрик. Принося Розарии отрезанные языки поверженных врагов, её последователи получали возможность быть благословлённой ею и переродиться, отсрочив своё забвение. Некоторые же делали это, чтобы утишить свою богиню, вероятно, лишённую языка самим Салливаном. Вокруг её ложа расположено множество маленьких кроватей, возможно, предназначавшихся тем существам, что обвили её. Мерзкие личинки – это то, во что превращается человек, если чрезмерно увлечётся перерождением, как Хейзелл, Жёлтый Палец. Некогда ещё во времена существования Легиона Хранителей Бездны, она была талантливой чародейкой и являлась дочерью главы этого Легиона. Зная о нужде Хранителей в Быстрых Чарах, она создала заклинания «Большой дротик Фаррона» и «Град Фаррона», после чего они были улучшены знатоком кристальных чар и преподнесены главе Легиона. Своё имя, как и одеяние, она приняла, следуя за легендой – Жёлтым Королём Ерьмеей, Мастером Пиромантии и пропавшим в нарисованном мире. О его утраченных чарах ей, возможно, напоминали отметины на её любимом ледорубе, являвшемся одновременно и оружием, и катализатором волшебства. Вряд ли она пережила свой цикл и сумела самостоятельно дожить до последних дней мира. Но это не важно, ведь изуродованное пламя уже давно стёрло границы времён и цивилизации. И вот, Хейзелл уже стоит на службе у Розарии. Возможно, в её появлении в цикле Лотрика определённую роль играет и сама Мать Перерождения. Хейзелл не единственная слуга Розарии, пришедшая в эти края сквозь время. Шипастый рыцарь Кирк проделал тот же путь, что и Хейзелл, хотя он был куда длиннее. Жизнь Кирка оборвалась ещё в первый цикл. До последнего вздоха он служил прекрасной госпоже, из милосердия передавая без остатка ей всю собранную человечность. И вот, спустя тысячелетия, Кирк вновь преследует те же цели, что и раньше. Времена меняются, люди нет. Он по-прежнему желает помочь той, кто проявил костальные милосердия. Ради Розарии Кирк принял имя Среднего Пальца и принялся заниматься тем же, чем занимался всегда. Вторгаться в чужие миры, собирая осколки тёмной души. И в отличие от Хейзелл, Кирк не стал пренебрегать правилами Перерождения, сохранив свою человеческую форму, оставаясь до последнего подле безмолвной Розарии. Тёмные духи для этого мира не в новинку. Однако примкнувших к пальцам Розарии было совсем немного. Достаточно взглянуть на одну руку, и ты увидишь их всех. Не все тёмные духи пожелали служить Матери Перерождения. Вступившие в Орден клялись не только в верности, но и в любви к Розарии. Однако среди этих немногих был тот, чья любовь к ней носила совсем иной характер. Леон Харт, Безымянный Палец. Некогда он родился в королевской семье, но нет информации о том, в какой именно. Учитывая превратности времени, это королевство могло существовать когда угодно. Но вряд ли это была королевская семья Лотрика. Многие считали, что именно из-за принадлежности королевскому роду он сумел стать искусным чародеем и бойцом. Отправившись на поиски приключений, он долгое время скитался по миру. Его странствия закончились в храме Глубин, где он преклонился перед Розарией и поклялся ей верности. В одном из сражений его лицо было сильно изуродовано ожогами, но он не стал перерождаться. Вместо этого он перенес травму, стоически скрыв ее засеребренной маской. В знак признания он получил от Розарии подарок – меч полумесяц, наполненный силой луны. Скорее всего она получила этот артефакт в подарок от Гвиндолина, с которым имела родственную связь. Теперь же он стал принадлежать Леон Харду, который помимо всего также занялся вербовкой новых темных духов в храме огня. И по иронии, один из тех, кого он сумел привезти в спальню Розарии, стал для него новым камнем преткновения. Он счел, что этот негоряющий не достоин милости его богини, которая оказывает тому слишком много внимания. Леон Харт называл себя безымянным пальцем, тем пальцем, на который надевает обручальное кольцо. Вероятно, для него это значило больше, чем для остальных. Из ревности к новому пальцу Розарии он убил свою возлюбленную и забрал ее душу, отправившись вместе с ней в покой принцессы Гвенивер в Старом Соборе Анорландо. Однако пошедший по его следу темный дух настиг его там. Леон Хардом движла чрезмерная любовь к Розарии. Ревность довела его до трагического конца. Но, несмотря на содеянное, он до последнего вздоху оставался верен своей возлюбленной богине. Когда-то давно могучий повелитель света собрал армию, способную уничтожить пресносущных драконов. Войска Серебряных Рыцарей готовы следовать за своим повелителем в огоне тьму и множество примкнувших к ним представителей иных рас. Из всех четверо сумели возвыситься и заслужить мировую славу. Четверо рыцарей Гвина, ставших его опорой во всех государственных делах. Сеаран – клинок повелителя, ловкий ассасин на королевской службе. Великан Гох – соколиный глаз, на лету поражавший драконов своим гигантским луком. Знаменитый Артория – спутник бездны, воплощение храбрости, победитель тьмы. И, конечно же, самый сильный из всех – Капитан Четверки, Арнштейн-раконоборец. Своим могучим копьем, пропитанным силой молнии, он разил драконов с таким усердием, что стал для них бичом. Когда их не стало, Арнштейн занял место подле семьи Гвина, став личным телохранителем принцессы солнечного света Гвинивер. Будучи на службе, он подружился с королевским палачом Смогом, сильным и могучим созданием, также стремившимся стать одним из рыцарей Гвина. Некоторые даже поговаривали, что его дружба с Арнштейном была лишь инструментом достижения цели. Репутация палача не очень благоприятно влияла на восприятие Смога людьми. Его боялись, но не факт, что уважали. Более того, эту самую репутацию портил еще один факт – его страсть к добавлению костей казненных им людей себе в еду. Именно по этой причине его они приняли в рыцаре Гвина, ведь по остальным параметрам он вполне подходил. Его каннибализм бросил бы серьезную тень на репутацию четверки, а репутация – это крайне важная их составляющая. Говорят, Смог был вне себя от этого, но продолжал служить повелителю света вместе с Арнштейном, с которым они на тот момент стали настоящими боевыми товарищами и лучшими друзьями. Света Норлондо померк, когда пламя ослабло, и боги начали покидать его. Все, кроме Гвиневир, который осталось поддерживать солнечный свет в городе в ожидании прихода избранного, который восстановит великое пламя. Да, именно в этом попытался убедить мир Гвин. Правда в том, что Гвиневир также решила покинуть город, уйдя на поиски нового дома вместе со своим мужем Фланном, богом огня. Иллюзию света же поддерживал сын Гвина, Гвиндолин Темное Солнце. Даже когда Гвин стал повелителем пепла, иллюзорное солнце стояло высоко над городом, создавая видимость благополучия, будто бы боги никуда и не уходили. И по-прежнему принцесса солнечного света лежит в своих покоях, под защитой верного телохранителя, драконопорца Арнштейна, и его друга, королевского палача Смоуга. Сумевшие попасть в Анорлондопутники рассказывали о том, что двое друзей всё так же стерегут Гвиневир, вызывая на смертельный бой любого, кто приблизится к принцессе. И говорят также, что ненависть Смоуга Карнштейну, порождённая его завистью, никуда не делась. Говорят, при первой же возможности этот гигант предаст друга, раздавит и узурпирует его могущество. Но пока же он продолжает исполнять свой долг в ожидании этого часа. Исполнять свой долг. Защищать принцессу. А точнее, её иллюзию. Знал ли Арнштейн о ненависти его лучшего друга? Знал ли о том, что они вдвоём охраняют подделку в опустевшем городе? Ответ известен. Не знал. Потому что Арнштейн был такой же иллюзией, как и принцесса. Даже несмотря на её могущество, Гвин никогда бы не отпустил её одну. Говорят, вместе с ней в неизведанные земли ушёл некий драконоборец, оставаясь при ней до конца жизни. Однако, даже это ложь. Трудно сказать, кем был тот рыцарь, так похожий на легендарного Арнштейна. Возможно, очередная иллюзия Гвиндолина, но вероятнее всего это кто-то из его последователей, ведь он давно уже стал легендой, за которой идут множество храбрых рыцарей, и будут идти спустя тысячелетия, позабыв о нём самом. Этот рыцарь, древний драконоборец, носит те же доспехи, то же оружие и даже то же кольцо, что и Арнштейн. Слава капитана рыцаря Гвина отпугнула бы любого, пожелавшего бросить им вызов на их пути. Она сработала бы лучше его копья. На развалинах Хейда он до последнего вздоха продолжал охранять Лазурный собор. Всё, что осталось от Гвиневер. Видимо, со временем он поддался тьме, и его доспехи померкли. Даже самые могущественные от этого не застрахованы. Кем бы или чем бы ни было это существо, это точно не Арнштейн. Сложно сказать, насколько близки были отношения Арнштейна с членами королевской семьи. Но, вероятно, в своё время он, так же как и Гвинн, тяжело воспринял переход его сына на сторону драконов. Особенно если учесть, сколько драконов пал от его руки. Вероятно, Арнштейн всё же был с ним в хороших отношениях. Даже знаменитое его копьё было изготовлено на манер оружия бога войны. С тех пор, как произошло это страшное предательство, Арнштейн не переставал задаваться вопросом. Зачем тот, за кем он шёл, сделал это? Что им руководствовало? Он явно не был глуп, и если он так поступил, значит на то были свои причины. Неизвестно в какой момент, но в итоге Арнштейн всё же покинул Анорлондо, устав от терзаний, и, видимо, желая задать мучащий его вопрос лично богу-изгнаннику. Вероятно, его также наряду с Хавиллом и Ледо подстегнул случай с Медиром. Он отправился на долгие поиски бога войны. Неизвестно, сколько они продолжались, но в итоге его цель всё же была достигнута. И, вероятно, Арнштейн получил те ответы, что так долго искал. Отрёкшись от своего прошлого и оставив пропитанные драконьей кровью снаряжение, он примкнул к изгнанному богу войны. На этом история могучего драконоборта закончилась. Дальнейшая его судьба неизвестна. Драконопоклонники всегда стремились сами превратиться в дракона. И не исключено, что Арнштейн также пошёл этим путём. Так или иначе, он стал очередным пятном позора на репутации Гвина. Именно для этого необходимо было создать иллюзию его присутствия в Анорлондо и рядом с Гвинивер, чтобы даже спустя многие тысячи лет новые королевства вспоминали о великом драконоборце, увековечив его образ в собственных элитных отрядах, сражающихся с потомками драконов в память о нём. Смог же остался один. Мало кто его любил. Его считали зверем из-за его наклонностей. Зверем, ненавидящим своего друга. Завидующим ему. Но в итоге, помимо Гвендолины и нескольких серебряных рыцарей, Смог единственный, кто остался на страже города богов. На страже иллюзий принцессы. Ярость, с которой он обходился с поверженным другом, не имела значения. Ведь одинокий палач понимал, что это лишь иллюзия. Смог всегда был верен своему другу не меньше, чем повелителю света. Сложно сказать, ненавидел ли он Орнштейна за его выбор, или же принял его в конечном итоге. Точно известно только одно. Даже сочтённо недостойным стать рыцарем, он продолжил выполнять свой долг в полном одиночестве. До самого конца. Легенды не умирают. Они вечно живут в памяти тех, кто следует за ними. Легион Хранителей Бездны – одно из ярчайших тому доказательств. Рыцарь из королевства Фарон, поклявшийся на волчьей крови защищать мир от Бездны, и множество примкнувших к ним гончих псов, тех, кто не входил в Легион, но защищал Фарон от посягательств. Так же, как века назад территорию, на которой стоит Фарон, защищали лесные охотники. Там, недалеко от павшего Лачили, находилась могила Арториаса. И пусть она была лишь формальностью, ведь его тело было поглощено Бездной, всё же она служила важным элементом веры для членов Ковенанта. Тысячи лет спустя целый Легион из лучших рыцарей Фаронов стал на защиту мира от проявлений тьмы. Старые истории о путнике Бездны давно утратили последние крупицы истины. Великий волк в крепости, меч-трава с кровью врага. Новые обряды ритуал изыждились на обрывках старых легенд, значения которых, вероятно, не понимали даже сами Хранители. Зато трепет перед Легионом мог сравниться только со страхом перед ним. Достаточно было единственного слуха о том, что какая-то местность подверглась нашествию Бездны, чтобы Легион опустошил её. Они готовы были стирать с лица земли целое королевство, лишь бы не дать Бездне ни шанса. Став для мира воплощением силы и ужаса, Легион Хранителей Бездны принял в итоге на себя бремя Повелителей Пепла. И в этот момент волчья кровь иссякла в них. Неизвестно, что послужило этому причиной. Возможно, ритуал становления Повелителями Пепла очистил их от стороннего влияния. Как бы то ни было, очевидно, эта ритуальная кровь давала им защиту от порождения Бездны. С этих пор, несмотря на прежние рвения и возросшую силу, Легион начал медленно терпеть поражение от Бездны. Да, порождения Тьмы отступали, но сама Тьма коснулась некоторых членов Легиона, и чем дальше всё шло, тем больше их становилось. Скверна поселилась в их ритуальных доспехах, постепенно захватывая своих носителей. В результате в конце мира Легион был вынужден сражаться сам с собой. Возможно, именно это послужило причиной для дезертирства. Видя дальнейшей бессмысленность происходящего, Хоквуд покинул Легион, став для них предателем. Однако им было не до того. Он видел единственную возможность победить Бездну. Вожечь пламя, ведь Легиону, поклявшемуся сделать это, было даже не до таких мелочей. Хоквуд сам решил стать Повелителем Пепла, но оказался слишком слаб и был сожжён в гарнире. Однако пришёл час, когда пламя оказалось под серьёзные угрозы в Гасане. Принц Лотрик отказался от своего бремени, но, возможно, даже его души не хватило бы для проведения ритуала вожжения. И тогда из своих могил поднялись прежний Повелитель Пепла, чтобы объединить силы и исправить содеянное. Среди них был и Легион Нижити, погибшего королевства Фаррон. Но они отказались исполнить свой долг, как и прочие. Легион видел своей первостепенной задачей по-прежнему лишь в сражении с Бездной, частью которой они сами же и стали. Бесконечные сражения друг с другом без возможности умереть интересовали их больше, чем гаснущее пламя и умирающий мир. И тогда из пепла были подняты негорящие, долгом которых стало возвращение Повелителей на трон, или же того, что от них останется. И среди этих проклятых душ был дезертир Хоквуд. Войдя в Храм Огня, он понял, что ему уже чужды и Легион, и Пламя. Бедные души, не знающие покой в бесконечных сражениях, и мир, поврежденный настолько, что привычные ритуалы его уже не спасут. Он устал от всего этого. Пусть кто-нибудь другой занимается этим. Вероятно, из-за нежелания боли иметь с Легионом ничего общего, он отрёкся от их боевого стиля, начав использовать щит, что было нетрадиционным явлением для рыцарей Фарона. Он не питал неприязни к бывшим собратьям. Только сожаление. Поэтому он благодарен негорящему за то, что тот вернул их на трон. Однако Хоквуд определил для себя новую цель. Он решил стать драконом. Дракони культа издревле манили к себе множество людей. Желая подобиться этим существам, последователи их ковенантов проживали жизнь в постоянных сражениях и медитациях. Их конечной целью стало полное подобление тем, кому они поклонялись. И великой честью для каждого дракона-поклонника было стать одним из преображённых. За тысячи лет мир повидал множество таких культов, некоторые из которых давно отошли от сути дракона-поклонничества и утратили их благодать. Но всё же по миру было разбросано ещё множество храмов, часть из которых была возведена ещё когда Лордран был процветающим королевством. Один из драконних храмов всё ещё стоял на линии горизонта. Его можно увидеть и за Нурлондо. Разумеется, такого не должно быть в обычных условиях. Храм дракона был надёжно сокрыт, тем более от взора тех, кто изгнал бога войны прочь. Но угасающее пламя исказило пространство. Там среди окаменевших культистов по-прежнему таились знания, к которым Хоквуд пожелал приобщиться. Возможно, таким образом он решил обрести избавление от проклятия нежити. В кои-то веки у него появилась надежда, путеводная звезда. Каковы были его шансы обрести истинный драконий бессмертия, то, чего так жаждут все драконопоклонники. Ничтожно малы, но всё же попытаться стоило. Однако, Вол не смог бы сделать это в одиночку. Путь был слишком сложен. По этой причине он заручился поддержкой другого негорящего, того, кто сумел вернуть Легион на трон. Вместе они проникли в сад снедаемого короля Цейроса, которого поглотили еретические учения дракона-предателя. Едва ли для Хоквуда он стал тем, с кого стоило бы брать пример. И всё же в своих покоях он таил знания о ритуальной медитации, с помощью которой каждый посвященный мог попасть на пик древних драконов. Вероятно, ещё с первого цикла он был заселён змеей-людьми. Ходят слухи, что эти существа, созданные драконом, сами поклонялись богу войны, и крепость Сена, которую они охраняли, была возведена в его честь. Наверное, после её разрушения они отправились на поиски самого бога войны и дракона, в котором он примкнул. Ведь они и сами имели к ним косвенное отношение. Вероятно, так их потомки попали в эту крепость. Крепость, где каждый желавший мог приобщиться к драконим знаниям, поклонившись одному из них. Величественное существо находится на значительном отдалении от храма. Но отсюда оно всё равно кажется огромным. Настоящий пресносущный каменный дракон. Трудно сказать, жив ли он, однако, вероятно, что он всё же просто спит. В отличие от многочисленных древних виверн в крепости, этот дракон обладал знаниями своего рода и его могуществом. Едва ли кто-то мог бросить ему вызов здесь, где нашёл своё пристанище бог войны, первенец Гвина, безымянный король. Ещё на заре становления древнего Лордерна совершилось то, что подкосило семью Гвина и всё королевство. Предательство. Предательство старшего сына, солнечного первенца. Лишь он один наверняка знал, чем он руководствовался в тот момент. Возможно, он был одним из первых дерзнувших отстоять альтернативную точку зрения на существование драконов. В те времена они не воспринимались иначе, как враги. Даже великий Сид вызывал опасения всей божественной верхушки, что и позволяло ему долгое время беспрепятственно осуществлять свои злодеяния в архивах. Забавно. Лишь бесчисленное время спустя правители мира осознали, что исчезновение истинных драконов стало одним из сильнейших ударов, нанесённых по миру новоявленными богами. Это поняли Вендрика и Алдия. Поняли старый железный король и правитель Шульвы. И наверняка они были не единственными. Но это будет потом. Сейчас же разочарованный Гвинстёр упоминание сына из истории. Все алтари были уничтожены, чтобы даже облик его был предан забвению. Возможно, также пришлось казнить многих служителей его Ковенанта. К сожалению, это обычное явление в подобных случаях. Впрочем, такого могло и не быть. Первенец Солнца, ставший отныне безымянным, был с позором изгнан, но не пропал из истории. Он нашёл своё пристанище далеко от прежнего дома, вместе не менее солнечным и безмятежным. Очень может быть, что пик древних драконов был основан под его руководством. Пусть и изгнанный, он не переставал всё это время быть могучим богом, сильной душой. И в отличие от души своего отца, она не проходила трансформации за долгий цикл уважения пламени. Изгнанный сын повелителя стал королём среди дракона-поклонников. Безымянным королём, всё ещё несущим в себе первозданный свет. Разумеется, легенда о его существовании не могли не достигнуть ушей наследников Солнца и многих других людей. Ходили слухи, что бог войны Фараам, почитаемый Форосе, как раз является тем самым первенцем Гвина. Но это лишь домыслы простого люда. Боги приходили и уходили. Скорее, даже те, кого почитали как богов. В конце концов, верили же люди в Каифу и в Лану. Даже спустя столько циклов, пережив отца, брата и сестру, безымянный король остался верен драконам и до сих пор летает на одном из них. Судя по всему, доверие между этими существами на высоте. Вероятно, они были друзьями, хотя трудно предположить, имеют ли представление драконы о дружбе. Ведь это существо является практически истинным пресносущным драконам, предкам грозовых они, живших далеко на востоке. Этот дракон не имеет каменной чешуи, вместо нее он покрыт перьями. Трудно сказать, чем это обусловлено. Возможно, под своей чешуей некоторые из них именно так и выглядят, а возможно, такие преображения связаны с мощью наследника Солнца. Шли века, циклы сменяли друг друга, королевства зарождались, расцветали и обращались в прах. А первенец Солнца все жил в своем храме. Однако мир подошел к черте. Всему, что еще не успело исчезнуть, в скором времени должен был прийти конец. Это касалось и семьи Повелителя Света. Сам он пал очень давно, и теперь его душа слилась с душами других Повелителей Пепла и стоит на страже горнила Первого Пламени. Гвиневер, вероятно, исчезла вместе с цивилизацией, на руинах которой позже был построен Хейт. Гвиндолин пал жертвой озверевшего собственного могущества Олдрика. Ёрышка стала узницей, а Филианора пребывала в своем волшебном сне в городе за стеной. И только лишь безыменный король, истощенный угасанием пламени, продолжил безмятежно жить вдали от всех. Настоящая живая легенда. Увы, время легенд прошло. Идущий путем Золы Негорящий явился в драконий храм. Явился не за легендами, а за могучими душами. Если уж драконы понимают верность, то могут понять и дружбу. Потому, когда безлюдная нежить уничтожила его старого друга, с которым они прошли бесчисленное множество сражений, король пришел в ярость. Впитав силу поверженного создания и простившись с ним таким образом, он сразился с дерзнувшим на такой полом, но потерпел поражение, обретя, наконец, долгожданный покой. Хоквода это не интересовало. Он не участвовал в битве. Возможно, по его мнению, все это не имело значения. Храм давно стал тенью самого себя. Посреди окаменелых драконопоклонников и драконьих выродков не осталось ничего полезного. Из глубин веков вернулся древний герой, Хавил Скала, но даже он нашел посреди храма лишь Виверн. Единственное, что еще имело значение для Хоквода, это знания. Артефакты, дарованные драконами людям, способные преобразовывать их плоть, уподобив ее драконии. Вот, зачем пришел Хоквод. И он достиг цели. Однако, по злой иронии, один из двух нужных ему артефактов забрал тот, с кем он пришел в храм. Дальнейшее развитие событий стало ясно для бывшего дезертира. Двое претендентов на становление драконом. Но стать им мог только один. Поэтому Хоквод вызвал на ритуальную дуэль своего старого товарища. О, ты вернулся. Я надеялся, чтобы видеть вас. В то же время, Хоквод, он мне переделал это. Он изменил очень много, с чем он уйдет этого места. Гравен на фейс, он мне предложил дать вам. Там, где однажды всё началось, всё и закончится. В развалинах цитадели Фарена, на месте упокоения Легиона Хранителя Бездны, двое драконов сошлись в смертельном поединке, из которого Хоквуд не вышел победителем. Для истинного дракона-поклонника важны знания их повелителей, но часть этого знания заключается в том, что в пределах цикла «Огня и Тьмы» любая жизнь заканчивается смертью. Хоквуд знал, на что идёт. Он верил, что сумеет победить, но, потерпев поражение, он не пожалел о садейном. Попытаться определённо стоило. Субтитры создавал DimaTorzok Легкоcie «Огни и Таффищества души» но и никогда не были, когда годами он был предполагательными 군аетника. ?". Продолжение следует...